Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова, мы с вами на канале Дарынский музей дети. И, как обычно, я отвечаю на ваши вопросы, и сегодня мы с вами поговорим о жуке в муравейнике. Но если вы подумали, что речь пойдет о литературном произведении против Стругацких, то вы не правы. Мы с вами поговорим о маленьком, но очень опасном жуке, который, большой процветающий муравейник, может привести к полному упадку. Как это происходит, вот об этом сегодня и будет мой рассказ. Надо сказать, что муравейник это очень сложная система, это, можно сказать, целый такой город большой, который можно разделить на отдельные зоны. Там есть склады, там есть роддома, которые называются у муравьев и лодковые камеры, там есть место, где обитает королева, та самая главная особь, которая размножается, откладывает яйца и дает продолжение рода. И среди муравьев нередко можно встретить различных других животных, которые получили название мермекофилы. Это животные, которые обитают в муравейниках рядом с муравьями. Их довольно много видов. Это могут быть, например, клещи, это могут быть разнообразные насекомые, ну, в частности, например, мухи есть, которые живут в муравейниках, есть мермекофильные клопы. Ну и немаловажную роль среди мермекофилов играют мермекофильные жуки. Вот об этих самых жуках в муравейниках, что они там делают, как они туда проникают, и пойдет сегодня речь. Пожалуй, один из самых известных видов таких жуков это ламехуза. Ламехуза немножко устаревшее название. Сейчас вид, который назывался ламехуза струмоза, это вид, который паразитируют на наших рыжих лесных муравьях. Он называется ламехузоидос струмоза. Хоть этот вид и достаточно распространен, но мы редко можем его увидеть, потому что жуки практически всю свою жизнь проводят в муравейниках, и на поверхности появляются очень нечасто. Но у муравейника есть своя система защиты, и муравьи, как правило, чужаков в свой муравейник не пускают. Как же хитрому жуку удается проникнуть святая святых? А для этого у него есть одна очень важная хитрость. У этого жука на его теле, в разных частях тела, это конец брюшка, это ноги, а также боковые части брюшка, на которых растут особые щетинки, которые называются трихомы, вырабатывается особое вещество, которое действует на муравьев, ну, можно сказать, умиротворяюще, а можно сказать, что оно действует на них как какое-то наркотическое вещество, потому что их поведение абсолютно коренным образом меняется. Итак, маленький хорошенький жучок, жучки и правда небольшие, их размер всего-навсего 3-5 миллиметров, подходит к муравейнику, рядышком появляются муравьи, и поначалу они реагируют на жука агрессивно, но недолго, потому что жука подпускает их к кончику своего брюшка, к своим ногам, они слизывают капельки жидкости и совершенно их поведение меняется, они впадают в некое состояние эйфории, подхватывают жучка хитрого, а ему только того и надо, он складывает лапки, принимая позу куколки и в виде муравья относят его не просто в свой муравейник, а вот относят его в водковую камеру. Это такое удивительное место, это прям мечта какая-то, но может быть не всякого мечта, но по крайней мере вот этих вот мермикофильных жучков точно мечта, потому что там, во-первых, нет никаких врагов, там совершенно безопасно, там тебя кормят, там уютно и тепло, там за тобой ухаживают муравьиные няньки, и жизнь твоя становится просто беззаботной и замечательной. У жука есть еще одна интересная хитрость, он имеет выпрашивать у муравьев еду, то есть можно сказать, что владеет таким муравьиным языком жестов, он стучит своими усиками по голове муравья в определенных местах, и у муравьев есть такое поведение, когда они кормят друг друга. И, соответственно, вот на постукивание усиками по голове муравей в ответ кормит в том числе и жука. Муравей кормит жука изо рта в рот, этот процесс называется трофалаксис. Таким образом, жук может выпрашивать еду у муравьев практически в любой момент, но это еще полбеды. Когда жук попадает в водковую камеру, он, во-первых, откладывает яйца, если это самка, а яйца жука по своей форме и размеры очень напоминают яйца самих муравьев, поэтому муравьи начинают об этих яйцах заботиться, можно сказать, как о родных. Они заботятся о яйцах, они за ними ухаживают, и когда из яиц вылупляются личинки, они кормят и заботятся о них тоже, как о своих собственных личинках. Причем, похоже, личинкам жуков перепадает больше пищи, чем своим собственным личинкам, и они растут довольно неплохо. А те самые жуки, которые в этот момент взрослые находятся в выводковой камере, они за труд муравьев, за их заботу расплачиваются совершенно безобразным образом. Они начинают охотиться на личинок муравьев и их поедать. Личинки самих жуков мермекофильных, они по своей форме очень похожи на личинки муравьев, и вот практически вылупившись из яиц, они начинают тоже выделять то самое вещество, которое привлекает муравьев и изменяет их поведение. Ну вот такая вот грустная история, это как болг в овечьей шкуре, то есть попали в такое прекрасное место, где они могут беспрепятственно охотиться, их кормят, да к тому же еще они совершенно в наглую пожирают муравьиных личинок. Но это еще тоже полбеды, потому что на самом деле приводит это все еще и к тому, что недоедающие муравьиные личинки, они не могут развиваться в нормальных взрослых особей. И поэтому в муравейнике появляется большое количество особей, которые не способны выполнять никакие необходимые для муравейника функции. Во-первых, появляются так называемые псевдо-эркаты, это не совсем нормально развитые рабочие муравьи, то есть внешне они похожи на рабочих, но при этом они не могут выполнять никакие дела, то есть они не могут быть ни фуражерами, ни какие другие функции выполнять муравейники. И это такие просто муравьи-нахлебники, которые слоняются по муравейнику, которые тоже едят, то есть их нужно тоже кормить, но при этом сами они пищу добывать не способны и не способны выполнять никаких других важных дел. Давай бухти мне, как космические корабли бороздят. Большой театр, а я посплю. Кроме того, появляются еще и так называемые псевдогины или, как их еще называют, царицы в рабочей одежде. Это что-то среднее между царицей и рабочей особью. Их появляется муравейники сразу несколько, соответственно, они тоже не способны выполнять никакие функции, они не размножаются, они не выполняют роли рабочих муравьев, но зато требуют достаточно больших ресурсов на поддержание их жизни. И вот со временем процветающий муравейник приходит в упадок, потому что тех особей, которые добывают пищу, становится все меньше, а тех особей, которые уже вкусили того самого эксудата, жидкости, которые выделяются жуками и мирмекофилами, становится все больше. Соответственно, муравейник перестает нормально функционировать и приходит в упадок. В крайнем случае это завершается тем, что муравейник просто гибнет. Но интересно также, что нередко в течение своей жизни мирмекофильные жуки несколько раз меняют свои муравейники. То есть, например, если это касается ломихозоидов или других близких видов жуков, то они на холодное время года осенью переселяются в гнезда муравьев другого рода. Если обычно они в теплое время года живут с муравьями рода формика, к которым относится, кстати, рыжий лесной муравей, то на зиму они переселяются к муравьям рода мирмика. Почему так происходит? Все дело в том, что у формика в зимнее время не остается яиц и личинок. То есть, самка в начале лета перестает откладывать яйца и к концу осени все особи превращаются во взрослых и в таком виде зимуют. Соответственно, видимо, такое положение не очень устраивает хитрых жуков, и они отправляются в другие муравейники, портят жизнь другим муравьям, потому что у мирмика как раз зимуют разные стадии. Зимуют также и личинки, и яйца. То есть, за время своего существования маленький такой симпатичный жучок может попортить жизнь огромному количеству муравьев. С этой ситуацией можно справиться как? Если в таком муравейнике взять и удалить всех псевдоергатов и, соответственно, всех жуков. Соответственно, через какое-то время, пережив такой вот апокалипсис, муравейник восстановится, и муравьи опять станут нормально работать, и муравейник будет жить своей обычной жизнью, и численность его также восстановится со временем. Но если таких мер не предпринять, то, скорее всего, такой муравейник просто обречен на гибель. Вот такая вот довольно грустная история с жуком, который умудряется при помощи особенных веществ сделать из муравьев, можно сказать, свою такую вот прислугу, которая перестает выполнять все остальные роли и делает лишь то, чтобы сделать жизнь жуков в муравейнике прекрасной. Их кормят, ухаживают за ними, ухаживают за их личинками, и, в общем, к сожалению, это все приводит муравейник в упадок. Забота муравьев, она не всегда оказывается полезной для жуков. Дело в том, что муравьи, они регулярно переносятся и куколки из одного места в другое для того, чтобы создать им оптимальные условия, оптимальную влажность, оптимальную температуру. То же самое они проделывают и с куколками жуков. Но если куколки муравьев имеют достаточно плотные коконы, и эти коконы не повреждаются челюстями муравьев при переноске, то куколки жуков достаточно мягкие, их оболочка тонкая, и поэтому нередко, когда муравьи пытаются перенести куколок жуков в другое место, то они повреждают оболочки, и куколки, соответственно, гибнут. Таким вот образом, удается хотя бы немного сократить количество вылупляющихся взрослых особей и, соответственно, уменьшит количество зловредных жуков внутри муравейника. Ну что ж, друзья, спасибо вам, что вы смотрите наш канал. Надеюсь, вы не забываете подписываться и ставить нам лайки, если вам нравится наше видео. И, пожалуйста, приходите в музей, мы всегда вам рады. Всем хорошего дня!